Безупречное исполнение – результат долгих репетиций. Так инструмент становится продолжением музыканта. Прочную связь демонстрируют ученики Центральной музыкальной школы Академии исполнительских искусств на сцене Омского органного зала. Даже в самые сложные минуты, когда ты притрагиваешься к инструменту, тебе лучше становится. В гастроли тяжелы смена часовых поясов, но приятны сменой обстановки, новыми впечатлениями. Для некоторых солистов Омск – долгожданная географическая новинка. Первый раз в Азии, по факту, живу в Москве, родители у меня живут в Испании. Как-то очень приятно, я вчера приехал, такой свежий воздух. Когда человек играет о музыке, он должен думать только о наслаждении, потому что музыка – это равно наслаждении. Профессионалы на удачу не рассчитывают. Прогрессируют благодаря работе на репетициях. К этому выходу на сцену виолончелистка Ольга Ушакова готовилась 8 месяцев. «Быть артистичным музыканту нужно», считает солистка. Но лишние эмоции могут помешать, потому предпочитает оставаться с собой. Если я подумаю о чем-то лишнем, то есть не о музыке, то у меня сразу сбивается текст. Если ты будешь кого-то изображать, то все, ну, по крайней мере, мое мнение, все будут думать «О, фу, пагиатер!» Когда я была маленькая, у меня было волнение такое, что, типа, вдруг я облажаюсь. А сейчас я такая, все, на мана, выпиваю кофе и дальше. На лене мультики у ребят просто нет времени. Музыкальная красота требует жертв. Ну, вот чем-то приходится жертвовать ради карьеры, ради будущего. Ну, только так. Для музыки нет тоже никакой разницы в возрасте. Мы просто делаем свое дело, договариваемся о каких-то общих наших намерениях, о темповых, о динамических. Ну, я медленно не очень люблю. Я люблю больше быстрый, как Шостакович. Я хоть и люблю там заслабиться очень, там посидеть в ногушке, там просто поезжать. Но на сцене нельзя, потому что это сцена все-таки. В программе немецкие классики. Ромберг, Гендель, Бах. К их сочинениям музыканты относятся с особой ответственностью. Важно не переборщить с эмоциями, которые были под запретом в эпоху барокко. Сдержанность не делает артиста равнодушным. Наоборот, говорит о понимании текстов. Ну, а сейчас зачастую слушают рэп-песни, и слова уже все объясняют, а здесь ты можешь найти что-то свое. Если сравнить каких-то двух композиторов, к примеру, 18 века и 20-го, то просто будет вроде как и один инструмент, вроде как, ну, по факту те же ноты, но абсолютно другая музыка, абсолютно разные чувства. Классика бесконечно красиво, она как будто пронзает сердце. Мы приходим для вдохновения для своих детей, потому что после просмотров наш ребенок тоже захотел играть на инструменте и также выступать на сцене. Мы ходим уже третий раз, приходим на концерты учащихся центральной музыкальной школы. Конечно, это большое удовольствие. Получить новую порцию мотивации воспитанники ЦМШа приглашают о мече 11 ноября. Вновь в коллаборации с камерным оркестром музыканты обещают представить программу «Игрушки на елке». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова